Поистине собачья жизнь. В мусорном контейнере среди отходов, на глухо завязанном пакете, нашли баллонку. Соседи подозревают, эта хозяйка решила жестоко избавиться от старого четвероногого друга. Ведь кудрявая Матильда, пенсионерка, болеет раком, с трудом передвигается, поэтому ее и решили не лечить, а убить. Но убивается от горя теперь сама владелица пса. В этой детективной истории разбиралась Мария Новикова. На руках Матильду теперь носят постоянно, даже на прогулке. Но такие почести баллонки воздают не из-за голубых кровей. Собачка не только в пожилом по ее меркам возрасте. Ей 15 лет. У нее рак и сильное потрясение. Больную старушку выбросили в мусорный бак в мешке из-под сахара. От страха Мотя даже не лаяла. Так что спасли ее только чудом. Я почему-то заметил, что именно глаза увидел. Блестели глаза и все, просто смотрела на меня. Решил посмотреть живая. Нет вообще, достал мешок. Он был завязан накрепко. Развязал мешок. Думал, что собака, ну, как-то выбежит. Она не двигалась с места. Еле живую собачку Александр отнес в ветеринарную клинику. К его удивлению, врачи пациентку сразу узнали. Оказалось, два года назад сюда ее приводил хозяин, молодой человек. Тогда Моте ей поставили страшный диагноз – рак надпочечников. Но владелец от операции отказался. Теперь, похоже, ее дни сочтены. Несмотря на тяжелую болезнь и мусорный ящик, Матильда хочет жить. У собачки очень ласковый, добрый и веселый нрав. Она хорошо кушает и напрашивается на ласку. Ветеринары начали свое расследование. Подняли архивы и нашли в карте пациентки адрес хозяев. Но владельца Моти дома не оказалось. По словам соседей, за собачкой ухаживает его мать – местный повар. Неужели это она списала Матильду со счетов раньше времени? Возмущаются врачи. От соседки мы узнали, что Николай в данный момент пару дней назад уехал в командировку. И когда он, видимо, уехал, собака оказалась на улице. Проживал он с мамой на тот момент, которая, видимо, таким образом решила избавиться от собаки. Однако коллеги женщины утверждают – так поступить с питомицей она не могла. Мол, собака для нее фактически член семьи. Мотию Елены действительно встречает, как вновь обретенную дочь. Как больная баллонка сыграла в мусорный контейнер, Елена может только предполагать. Говорит, Мотю обители злые люди. Когда у питомицы отнялись лапы, хозяйка выносила ее подышать свежим воздухом во двор, под окна. Полупарализованная собачка оставалась одна на несколько часов. Во время последней прогулки она и пропала. Парни сидели, они пили там. Я вот так вынесла, просто на траву положила. Думаю, сейчас выйду и испугалась выходить. Потом их не было, их собаки не было уже. Мотю хозяйки все-таки отдали, несмотря на сомнения зоозащитников. Они пообещали следить за воссоединенной семьей. Мария Новикова, Ярослав Прохоров, Новости 41 канала. Об этой зверской истории нам рассказали те, кто нашел несчастную баллонку. Делитесь и вы новостями и событиями по телефону 272-302. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова